Более тысячи юных спортсменов из 85 регионов страны. Именно столько ребят приняли участие в президентских спортивных играх в этом году. Традиционно они прошли в центре смены, а в течение нескольких дней юноши и девушки состязались на баскетбольной и волейбольной площадках, демонстрировали свои навыки в легкой атлетике, спортивном ориентировании, плавании и даже регби. Спорт – это не только здоровый дух, это здоровое тело, это друзья новые. Я хочу вам пожелать сохранить тот драйс, с которым вы сегодня, эти дни участвовали в различных соревнованиях на всю жизнь, чтобы он сопровождал вас во всех ваших начинаниях и помогал в достижении всех ваших целей. Накануне в смене состоялась церемония закрытия президентских игр и подведения итогов. По словам участников, достичь высоких результатов им удалось благодаря поддержке тренеров. В год педагога и наставника за неделю до Дня Учителя, конечно же, я хочу сказать слова благодарности и огромное спасибо тренерам и учителям. Педагог – это не профессия, это образ жизни, это призвание, которое заслуживает восхищения. По итогам общекомандного зачета лучшей командой стал коллектив из Кемеровской области. Кубок отправился вместе с ними на их малую родину, однако это далеко не последний сюрприз. Также будет команде, общеобразовательной организации, предоставлен грант в размере полтора миллиона рублей на развитие инфраструктуры спортивной и также на поощрение педагогических работников. Мы все очень рады это не передать словами, хочется и плакать, что все закончилось, и радоваться, что заняли первое место. Не передать ощущения словами. Мы подтвердили звание чемпионов, заняли снова первое место. Все благодаря тому, что каждый из нас универсален и практически в каждой дисциплине мы занимали 20-е места, ну, 20-ки лучших были. Никита Бойко, Ксения Сипко, Анапа-регион.